В Рамадановском районе в селе Петтино 30 июня около 6 часов утра загорелась баня. Вероятнее всего, из-за позднего обнаружения пламя успело охватить практически всю площадь. Судя по фото, близко от горящего строения находится дом. И существовала угроза перехода огня и на него. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое пламя. Шестерка. А вот этот неправда. На мазе неправда. Ты помнишь? А это уже Саранск. Вторая половина дня субботы. Возле технопарка Мазда выехала на полосу встречного движения и протаранила ВАЗ шестой модели. Из-за деформации передней части автомобиля водителя «Жигулей» зажала. На помощь пришли спасатели. В салоне отечественной легковушки помимо автолюбителя были еще два пассажира, в том числе ребенок. Об их состоянии ни МЧС, ни МВД, ни ГИБДД не сообщают. 1 июля. Рузаевка. Здесь столкнулись иномарка и отечественная лада. Судя по всему, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только машины. А этого танцующего пассажира «Шевроле» успели заснять на въезде в Саранск. Что вызвало прилив счастья, для него неизвестно. С 1 июля изменились правила организованной перевозки группы детей автобусами. Теперь, чтобы ее осуществить, технические средства должны быть оснащены маячками желтого или оранжевого цвета. Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества движения и служит для предупреждения других участников движения. Отсутствие включенного проблескового маячка желтого или оранжевого цвета влечет за собой административную ответственность, предусмотренной составом статьи 12.23 КОАП РФ. Штраф за данное нарушение составляет 3 тысячи рублей. На официальном сайте ГИБДД в разделе «Организации» функционирует специальный подраздел «Перевозка детей», в котором размещена основная информация для организаторов перевозки групп детей. Анастасия Семшева, программа «Происшествие».